Привет! Меня зовут Таня Русита. Я автор и иллюстратор детских книжек, например, наборов для начинающих читателей, Чейбокса, Тосамы и разных других. Про кота-носка тоже. Я сейчас на даче, и у меня, к сожалению, нет с собой этих книжек, чтобы сейчас их вам показать. Но, может быть, они есть у вас дома. Это было бы очень приятно. Вот. И сегодня и дальше следующие шесть занятий я буду учить вас рисовать всех зверей на свете. Курс так и называется – «Все звери на свете». Вот я. Вот мой мейл, по которому можно со мной связаться, если есть какие-нибудь вопросы. И вот мой сайт, где можно посмотреть мои рисунки, книжки, а также информацию о студиях, которые я веду. Вот. Все звери на свете начинаются. И уже бегут, спешат к нам. Какие есть принципы рисования? Как именно мы с вами будем рисовать? Первое и самое главное – мы будем рисовать очень просто. Очень просто, очень быстро. Знаете почему? Потому что, если рисовать очень быстро, можно успеть нарисовать гораздо больше, чем если вы рисуете медленно. И там, где кто-то рисует один рисунок, вы можете нарисовать сотню. Разве это не здорово? Больше рисования. Вот. Первое – мы рисуем просто. А как именно мы это делаем? Потому что все-таки важно рисовать не просто что-нибудь, а именно то, что вы хотите. Мы будем смотреть на разные объекты в этом курсе, на зверей, искать их особенности и рисовать именно их. То есть все важное рисовать, а все неважное не рисовать. И для еще важный принцип мы будем как бы внутренне превращаться в этого зверя. Давайте посмотрим подробнее, что я имею в виду. Сейчас я вам загадаю несколько загадок. Я таких рисовальных загадок. Подождите, пожалуйста, одну секундочку. Я буду рисовать вам загадки, а вы там будете отгадывать, что именно я рисовала. Вы можете рисовать вместе со мной. И если вы рисуете быстрее меня, то вы можете успеть нарисовать пять картинок, пока я рисую одну. А если вы рисуете медленнее, то можете просто поставить на паузу. Так. Пыньш. И я останавливаюсь, замираю, а вы продолжаете спокойно рисовать в своем темпе. Вот. Первый мой рисунок будет очень простым. Угадайте, кого я начала рисовать. Я думаю, вы все догадались. Это кот. У кота такие длинные треугольные уши. На самом деле уши у котов бывают самые разные. Давайте посмотрим, какие бывают у котов уши на самом деле. Может быть, у вас где-то рядом кот бегает. У меня нет, к сожалению. Хотя вот соседского утром видели. Вот. Поэтому посмотрим на фотографию. Вот они, коты. И действительно, у котов на этой фотографии у всех уши такие стоячие и треугольные. Но бывают еще и довольно коротенькие уши. Бывают коты такие пушистые, что у них уши практически спрятаны в их шерсти. Бывают веслоухие шотландские кошки. Но это все не очень важно. А важно то, как мы привыкли видеть котов на картинке. Коты на картинке тоже бывают очень разные. Вот я вам тут привела примеры трех котиков. Двое из мультика «Котенок по имени Гав». Вот этот маленький котенок, собственно, котенок по имени Гав. И большой черный кот. Они совершенно разные. Котенок маленький. У него большая голова, большие уши. Черный кот, высокий, тощий, с длинными лапами и совершенно другой мордой. Но и там, и там вы немедленно узнали кота, я думаю. А вот кот Гарфилд. Он еще третий. У него довольно круглые ушки. Но при этом во всем этом ощущается какая-то кошачьисть. Какие-то такие специальные котовые пропорции. Сейчас, секундочку. Вот это тоже кот. Мы узнаем кота по треугольным ушам и по какой-то такой грациозности. Вы никогда не нарисуете кота такими резкими, такими движениями, ну, я не знаю, или каким-то таким неуклюжим, наверное, нет. Кот всегда будет такой плавный, такой немножко тихучий. Ну и, конечно же, для кота довольно важно это усы. Вот треугольные уши, плавность и усы. Можно еще добавить хвост. Можно добавить нос. Можно добавить глаза. Можно добавить совершенно другой нос, совершенно другие глаза. Это как вы хотите. Можно нарисовать ему вот такой нос. Можно нарисовать вот такой нос. Можно нарисовать такие глаза-точки. Можно нарисовать глаза вот такие вот, которые вот так вот смотрят. Дальше вы можете делать все, как вам нравится. Но для меня самый простой кот – это вот такой вот мешочек с треугольными ушами. Следующая загадка, которую я хочу вам загадать. Я снова начинаю рисовать какое-то животное, а вы угадывайте, кто это такой. Я вас сейчас совершенно не слышу, но я думаю, что все вы уже догадались, кого я рисую. В общем-то, можно не продолжать. Можно сказать, что я уже нарисовала поросенка. Но если я хочу нарисовать поросенка целиком, то мне придется его продолжить. Нарисовать ему тело, нарисовать какие-нибудь глазки, можно нарисовать улыбочку, если хочется, можно не рисовать. Нарисовать ему уши, можно нарисовать ему такие уши. Чаще всего у свиней такие уши. Но бывают свиньи, у которых уши другие, у которых уши смотрят вниз. Сейчас я их тоже нарисую. Бывают свиньи с вот такими вот ушами, которые висят, зависают на морду. Можно свинье нарисовать, конечно же, хвостик. Можно ей нарисовать такие вот ножки. Сколько у свиньи ножек? Четыре. Можно было проще нарисовать. Смотрите. Вот это тоже ножки свиньи. Получается, свинья. Вам нужно вспомнить, как свинья выглядит, и немножечко-немножечко ощутить себя свиньей. Если для кота вам нужна какая-то границиозность, может быть, когда я рисовала кота, я, например, почувствовала себя кошкой, почувствовала какую-то такую плавность движений, для свиньи, мне кажется, нужно быть таким веселый, такой сильный. Как бы я себе свинью представляю именно так, и немножечко ленивый. Давайте посмотрим на фотографию свиньи, как она выглядит на самом деле. Ну, как-то так, например. У нее есть пятачок. Его на этой фотографии даже и не видно. Но видно, что вся свинья такая круглая, большая. У нее довольно большие ушки, довольно маленькие глазки. И, конечно, пятачок и хвост. Следующая загадка, которую я хочу вам показать. Возвращаемся к картинке. И я начинаю рисовать какое-то животное, а вы попробуйте угадать, кого я рисую. Вот такую вот непонятную я нарисовала штуку. Эй, эй-эй-эй-эй, давай, появляйся. Нужный мне инструмент. Вот она. Я думаю, что вы уже угадали, что я рисую, кого именно я начала рисовать. Если не угадали, то сейчас я вам подскажу. Конечно, это корова. Я не знаю, видели ли вы живую корову. Но вообще-то не так уж часто встречаются коровы такого цвета, белые в черных пятнах. Гораздо чаще я, например, вижу рыбых коров. Но традиционно на картинках, мультиках и в книжках коровы выглядят именно так. Белые с черными пятнами. При этом и обязательно с рогами. На самом деле очень редко встречаются коровы с рогами. Еще я даже не уверена, что вообще видела в жизни корову такого вида с рогами. Их, как правило, удаляют еще телятам, чтобы они не бодались. А вот, например, индийская корова. Как видите, она совершенно не в черных пятнах. И она выглядит вообще совершенно по-другому. Но такую корову как-то рисуют редко. Поэтому если вы хотите, вот вам пришла идея нарисовать корову, чтобы вашему зрителю было сразу понятно, что вы нарисовали именно ее. Вам придется, хочешь не хочешь, рисовать животное с рогами. С ушами. И желательно в черных пятнах. Тогда можно быть уверенным, что ваш зритель ее узнает. Поймет, что вы нарисовали именно корову. Вот так вот. Идем дальше. Теперь я хочу остановиться ненадолго, предложить вам самим нарисовать некоторых животных и подумать, какие у них отличительные признаки. Давайте попробуем. Нарисуйте-ка мне, пожалуйста, зайца. Можете поставить на паузу. Мы можем просто выждать несколько секунд. Вот пока я говорю, я надеюсь, что вы уже и нарисовали зайца. Ну и я нарисую его вслед за вами. Заяц – это, естественно, длинные уши. Вот он, заяц. И маленький хвостик можно уже не рисовать. Уже всем понятно, что заяц готов. А теперь нарисуйте мышку. Самым простым способом, каким вы только можете нарисовать мышку. Что в ней важно, что в ней не важно. Нарисовали? Теперь попробую я. Я нарисую мышку такой маленькой, круглой. У нее будет длинный хвост. У нее будут уши. Очень часто в мультиках у мышки такие круглые уши. Можно нарисовать мышки такие уши. Можно нарисовать мышки такие уши. Можно нарисовать... Сейчас я уберу зайца. Заяц, пока-пока. Можно нарисовать мышки уши вот здесь. Можно нарисовать мышки уши. Господи, абсолютно где угодно вы можете нарисовать уши своей мышки. Можете нарисовать их очень близко к носу. Можете нарисовать их очень далеко от носа. Как угодно. Но вы заметили, что еще я все время рисую своей мышки. Я иногда даже не рисую ей глаза. И совсем ни разу не нарисовала ей лапы. Потому что мышка маленькая. Она бежит по полу. Вы лапок у нее особенно даже и не видите. Такой катится шарик с ушами. Но обязательно у мышки будет хвост. Я прямо не могу даже нарисовать. Если мышку мы рисуем без хвоста, то у нас получится. Непонятно, но более-менее получается такой хомячок. Ну, такой немножко не вполне узнаваемый хомячок. Но уж точно не мышка. Дорисую ей хвост. Один из принципов превращения. Мы превращаемся в тех зверей, которых рисуем. И я превращаюсь в эту мышку. И мне прямо неприятно, когда ей стираю хвост. Я ощущаю, что у меня не хватает какой-то важной части тела. Вот я не могу сейчас пойти рисовать следующую картинку, не закончив эту мышку. Мне кажется, что мышка очень страдает. Так что я перерисую ей хвост обратно. И только после этого закрою страницу. Следующий, кого я вам предлагаю нарисовать, это осьминог. Попробуйте нарисовать осьминога. Что мы знаем про осьминога? Не знаю, что знаете вы. Я знаю, что у него 8 ног. Но я никогда не рисую осьминогу все 8 ног сразу. Потому что... Сейчас покажу, почему. Вот он осьминог. У него есть такая большая голова. А, кстати, забыла сказать важное. Что если вы, например, не знаете, как выглядит животное. Я надеюсь, как выглядит мышка. Вы все примерно представляете. Но, например, вы забыли, как выглядит осьминог. Всегда можно пойти в интернет, набрать там осьминог. И посмотреть картинки. Это очень хорошо, потому что вы увидите осьминогов с разных ракурсов. Очень разных осьминогов. Вот они такие. И вы увидите их. Вы сможете понять, что в них главное. Потому что вы видите много картинок. И то, что во всех осьминогах повторяется от картинки к картинке, это главное и есть. И вы еще... Если вы смотрите разные картинки, особенно если вы смотрите видео, то вам гораздо легче будет внутренне превратиться в это животное, которое вы рисуете. Вот я превращаюсь в такого осьминога. И прямо чувствую, какие у меня плавные, длинные, извивающиеся щупальца. И как меня держит вода. И какая я становлюсь мягкая такая. И в то же время, не знаю, какая-то величественная, что ли. И это очень мне поможет нарисовать осьминога. Еще, кстати, видите, что у него не просто торчат щупальца во все стороны. Не просто так голова, а из нее восемь таких веревок. А между ними еще располагается такая мантия, перепонка, что ли. Которая тоже довольно важная, я думаю. Вот смотрите, у некоторых осьминогов это прямо очень значительная она. Почти до конца щупалец. Да, иногда попадаются смешные картинки. Всякие сосиски в виде осьминогов. Естественно, если вы будете искать, то не обязательно все картинки. Это будет ровно то, что вам нужно. Возвращаясь к рисунку. Вот я рисую осьминогу. Я нарисовала ему такую вот голову. Кстати, где у него были глаза? Давайте посмотрим еще раз. Возвращаемся к осьминогу. Вот у него глаза между головой и всем остальным. И вот у него еще около глаз есть такая штука сифон, который ему помогает передвигаться из нее. Он выбрасывает в воду, когда двигается, и получается, как такая торпеда. Он двигается в воде за счет того, что все время сокращается и выбрасывает назад в воду. Возвращаемся к картинке. Вот он осьминог. Вот его глазки. Тут вот можно ему нарисовать этот сифон. И он, конечно, очень важный. Как я уже сказала, осьминог с его помощью двигается. Но можете и не рисовать на самом деле, потому что зритель не ждет сифона. Как зритель ждет от коровы рога и пятна, так зритель ждет от вашего осьминога такую вот голову и щупальца. А вовсе не какой-то там таинственный сифон. Никому неизвестный. Вот. Рисуем ему ножки. Можно их так завернуть, потому что, видите, в жизни они у него тоже так все время он их заворачивает. Если я сейчас нарисую ему восемь ног. Вот я уже нарисовала четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне кажется, он получается слишком какой-то кудрявый, во-первых. А во-вторых, непонятно, что у него сзади. Нет ли у него сзади еще восьминог. Поэтому я бы нарисовала вот четыре ноги, а дальше стала бы думать, сколько еще нужно нарисовать. Вот у него еще пятая тут может поместиться. А остальные, я считаю, будут за ним. Прятаться вот за этим. И еще, если вы хотите, я уже не буду, потому что мне кажется, что все, осьминог мой готов, нарисован. Но если я хочу его сделать более мультяшным, я ему нарисую два глаза. Но можно ему еще нарисовать присоски. Вы видели, что на картинках у него на щупальцах есть присоски. Можно их тоже ему нарисовать. И можно их нарисовать не везде. Вы можете как бы показать себе и зрителям, что они у вас есть, чтобы помнить, что осьминога обязательно есть присоски. Но совсем не обязательно их тут вырисовывать. Просто несколько точек тут и там. Это был осьминог. Что мы делаем дальше? Дальше идем смотреть. Дальше вы можете рисовать каких угодно животных, руководствуясь вот этими вот тремя принципами. Просто особенности и превращение в этого зверя. Но вернемся к вопросу предыдущего слайда. Все знают, как рисовать таких простых зверей. Свинью, корову, кошку, осьминога. Это понятно. Но как рисовать сложных? Я же обещала вам научить рисовать всех зверей на свете, а не только кота. Давайте посмотрим. Со всеми абсолютно зверями на свете действует тот же самый принцип. Все знают, кто это такой? Я думаю, что да. Я думаю, что вы знаете. Но если нет, я вам подскажу. Это Каала. Ужасно симпатичный такой вот эвкалиптовый мишка. Это неправильно. Но все-таки его часто называют мишкой. Каала Бэр, который живет в Австралии. И давайте подумаем, что такого особенного в Каале. Вы можете поставить паузу и подумать. А я сейчас начну рассказывать. Мы видим, что это такое кровлое, пушистое животное, которое прицепилось к дереву. Кстати, это тоже может быть особенностью, что мы Каалу рисуем всегда вместе с эвкалиптом. Каалы живут в Австралии в эвкалиптовых лесах и питаются исключительно эвкалиптом. Ничем больше. Только эвкалиптом. Поэтому логично рисовать Каалу не на каком угодно дереве, а именно на нем. Это такое круглое, пушистое животное, которое сидит на дереве. И у него есть глазки. Но глазки есть у всех. Можно подумать, чем такие особенные глазки у Каала. И у него есть пушистые уши и такой интересный нос. Попробуем нарисовать именно это. Рисуем эвкалипт. Сейчас, секундочку. Нарисуем эвкалипт. Вот он, эвкалипт. Вот на нем сидит Каала. Нарисуем ему круглую голову, круглое тело. Можно нарисовать какие-нибудь ножки. Можно было на самом деле. На самом деле не обязательно рисовать. Смотрите. Можно рисовать сначала дерево, потом Каалу. А можно рисовать сразу. Сразу их вместе. Каалу и эвкалипт. Вот он сидит. И вот это дерево, он его сразу обнимает. И чтобы было понятно, что это эвкалипт. Рисуем эвкалиптовые листья. Если вы вдруг почему-то, я не знаю, как так получилось, но если вы вдруг почему-то не знаете, как выглядят эвкалиптовые листья, то вы снова можете найти картинки с ними. Вот. Кстати, проверка. Не нарисовала я случайно бамбук. То так запросто может быть. Видите, как часто путают Каалу и Панду, я, например, так путают эвкалипт с бамбуками. Так смотрим. Вот они какие. Да, примерно такие, как я нарисовала. Видите, такие длинные свешиваются с дерева. Возвращаемся к Каале. И вот оно тело Каалы. Теперь это просто какой-то мишка. Надо его превратить именно в Каалу. Если мы нарисуем ему круглые уши вот здесь. Вот. Получается Каала? Давайте посмотрим. Вот он такой. А вот я нарисовала какое-то животное с ушами. Но нет, мне кажется, это не Каала. Уши слишком высоко. Могут быть важны не только особенности уши, но и то, где именно эти уши расположены. У Каалы они будут расположены больше по бокам головы. А еще, если вы посмотрите на ту фотографию, то вы увидите, что уши у него немножко такие лохматые. То есть лучше всего, мне кажется, будет нарисовать его вот так. Но можно нормально и оставить их круглыми. Тоже ничего страшного. Такие чуточку чебурашичьи уши. Чуточку менее чебурашичьи. И вот здесь вот у него такой нос. Маленькие глазки. Довольно маленькие. Это интересно, что Каала такой милый, а глаза маленькие. Мы привыкли, что милый зверь. Это зверь с огромными такими глазищами. Знаете, как лемура из Манагаскара или что-нибудь такое. Но нет, у Каалы все не так. Вот. И у него еще смешной такой рот. Но это можно уже не рисовать. Но если вы посмотрите на фотографии, вы увидите, что у него такой рот, который смотрит немножко вниз. Вот так вот. Еще у Каалы есть очень интересная особенность. У Каалы пальцы расположены не как у нас с вами. Это на той фотографии не видно, это я вам просто так расскажу. Смотрите, у нас с вами есть ладонь и на ней пять пальцев. Один палец отстоит и четыре вместе. А у Каалы отстоит два пальца и три других пальца вместе. Можно тоже это нарисовать. Это не то, чего ждет от вас зритель совершенно, но это какой-то интересный факт, который вы можете похвастаться при случае. Вот. Нарисовали мы Каалу. Посмотрим. Ну как, Каала, ты готов? Можно ему нарисовать здесь пальчики. Можно нарисовать ему просто пальчики. А можно нарисовать, как я сейчас рассказала, два отдельно, три отдельно. И на ногах тоже как-нибудь можно, это не очень важно. Ну вот. Можно ему нарисовать грустную морду, как у него есть в жизни. А можно нарисовать веселую, чтобы сделать его более мультяшным. Можно нарисовать глазки побольше, это уже не очень важно. Можно нарисовать лохматые ушки. Я думаю, наш Каала готов. Идем смотреть, как нарисовать еще какое-нибудь животное, например. Каала все-таки довольно, ну, это интересно и необычно, но рисовать его не очень трудно, потому что он такой круглый и пушистый. А вот посмотрим, каково будет рисовать кенгуру. Кенгуру. Я вам покажу сейчас несколько фотографий кенгуру. Кенгуру. И вы посмотрите на их особенности и попробуете их найти. Ну что? Такое вот животное. Если Каала похож на плюшевого игрушечного мишку, то кенгуру более-менее ни на кого не похож. Сам на себя похож. Нельзя сказать, что кенгуру, но это такая большая полосатая кошка, как тигр. Или это, например, такая зеленая вытянутая лягушка, как крокодил. Нет. Кенгуру совсем сам свой. И какой же он сам свой? Давайте смотреть, что у него есть. У него есть довольно длинные уши, вытянутая морда, очень вытянутый и очень сильный хвост. А также очень сильные задние лапы. А передние лапы у него, конечно, гораздо меньше, чем задние. И вот, например, на этой фотографии кажется, что их можно нарисовать такими слабенькими. Просто там болтаются какие-то лапки. А на этой видно, что они очень сильные и он может ими боксировать. Это, кстати, разные кенгуру совершенно. Это, по-моему, большой рыжий кенгуру. Кенгуру бывает очень много разных видов. И все они, конечно, отличаются. Но во всех них есть и что-то общее. Ну вот. А это какой-то новозеландский кенгуру. Не знаю точно какой, не помню. Давайте посмотрим. Главное, что есть во всех кенгуру, это очень-очень-очень сильные задние лапы. И вся форма тела вот такой вот формы. Вот такой вот. Он как бы как мешок. У него гораздо мощнее вот эта вот часть, чем вот эта вот часть. Убираю я отсюда схему кенгуру. И продолжаю рисовать самого кенгуру. Ножки. Тут вот может быть сумка. Как вы знаете, кенгуру носит кенгурят в сумке. Так что всегда будет хорошо пририсовать сюда еще маленького симпатичного кенгуренка. И еще у них будет очень-очень-очень-очень длинный хвост, который к тому же лучше бы рисовать вместе со всем кенгуру. И вот перед ней лапой я решила так просто нарисовать такими слабыми. Вот такой вот кенгуру. Давайте я попробую еще раз. Кстати, мне кажется важным рассказать вам, что у меня не все всегда получается с первого раза. И даже со второго не всегда получается. Иногда не получается из трехсотого. Это совершенно ничего страшного. Если у вас что-то не получилось, а вам хочется, чтобы получилось, это всего лишь повод сделать это еще раз. Мне кажется, хорошо рисовать кенгуру целиком одновременно. Сразу и линию спины, и хвост, и шею. Вот такой он формы. И вот можно ему нарисовать ноги. Вот он скачет кенгуру. И вот тут вот кенгуренок. Вообще-то они только у самок кенгуру сидят в сумке, у самцов нет. Но давайте считать, что это у нас мама кенгуру. Ну вот так вот. Вот он поскакал по своим кенгурячьим делам. Можно и лучше, но я думаю, что принцип примерно понятен. А чтобы было видно, как он несется, можно нарисовать ему вот здесь вот. Такие полоски, чтобы он чистится быстрее вверх. Ну вот так. Пока хватит. Ладно. Посмотрим, есть ли у меня сегодня для вас кто-нибудь еще. Я не помню сама. Сейчас посмотрим. Кого мы с вами еще можем нарисовать? Нарисовали пока что у нас были только... Нет, восьминок был. О, птицы. Мы еще не рисовали никаких птиц. Кто знает, что это за птица? Это гриф. Африканский гриф. Вот он такой. У него лысая шея. Сам он довольно большой. Мне кажется, очень красивый. Такой изящный, интересный. Знаете ли вы, зачем, кстати, у грифов такая вот лысая шея? Знаете ли вы, чем питаются грифы? Они питаются падалью, мертвыми животными. А в мертвых животных довольно быстро заводятся всякие жучки и червяки. И чтобы они не перелезли на грифа, ему нужна голая шея, чтобы они легче с нее встряхивались. Итак, будем рисовать грифа. Вернемся еще раз, посмотрим на его фотографию. Мне кажется, что главное... Давайте подумаем, какие в грифе есть главные особенности. Мне кажется, главное в грифе это то, что он сам такой большой, а шея у него такая... И голова такие маленькие, кажутся нам по отношению к телу, потому что они покрыты шерстью. Еще, мне кажется, у него довольно важный вот этот вот воротник. Пробуем это нарисовать. Итак, вот он гриф. И вот его маленькая голова, маленькая изогнутая шея, но с крючком. Тут можно нарисовать его перья. Вот он гриф спит. Не знаю, и большие, и тоже лапы. Он ими держится за какую-нибудь ветку. Обычно он сидит на... Я, кстати, была в Африке, видела там грифов. Они делали очень красиво. Они делали ровно, как я себе всю жизнь это представляла. Они сидели на большом сухом дереве над саванной и оглядывали ее вокруг. Нет ли там где-нибудь случайно какого-нибудь умершего животного, чтобы полететь его и съесть. Вот он сидит. Вот он сидит. Гриф. Может быть, его хвост как-то там виднеется. Его воротник. Вот так. И, кстати, мои грифы, которых я видела, делали это на фоне заката. Так что еще там как-то садилось солнце, и они были такими черными силуэтами. Все было такими черными силуэтами. Сейчас я какое-нибудь солнце изображу. Вот. Вот. Гриф готов. Раз, два, три. Гриф появляется. Животных, зверей нарисовали, птицу нарисовали. Кого мы еще с вами не рисовали? Рыб я оставлю на следующее занятие. А сейчас мы будем рисовать кого-то, кто тоже живет в море, но не рыба. Кто это такой? Кто это такой странный? Угадали ли вы? Вот еще кто-то такой же странный. Еще такой. Еще такой. И вот более привычный. Это краб. Самые разные крабы. Давайте посмотрим, что у крабов есть общего и что в них есть такое главное. Что именно нам нужно нарисовать. Сначала кажется, что нарисовать краба очень трудно. Что это такое? У него какие-то тут штучки, тут штучки. Ничего не понятно. Что это? Зачем это нужно? Какие они страшные? Боже мой. Но нет. Мне кажется, что на самом деле все очень просто. Что есть у всех крабов? У них есть панцирь. Да, наверняка где-то есть мягкотелые крабы, у которых нет такого твердого панциря. Но краб, которого мы ожидаем на рисунке, будет именно с панцирем. Такой довольно круглой формы. У них есть панцирь. У этого краба очень видно такие глаза на небольших ниточках, которые торчат вверх. Вот у этого, например, это тоже видно. Они как бы такие немножко отдельно. Не прямо встроены в тело, как у млекопитающих, а как будто прилеплены к нему. У этого вот тоже почти не видно. Вон они там глаза. У них, так вот, у них есть панцирь, у них есть глаза на ниточках, много-много ножек. И две клешни обязательно будут. Они могут быть разного размера. Они почти всегда разного размера. Но правая больше, чаще всего. Но не обязательно. Не могут быть и почти одинаковыми. Давайте смотреть. Итак, мне показалось, что у всех крабов общее – это их панцирь, глазки на ниточках, клешни и много ножек. Мы не знаем, сколько ножек именно. Не посчитали. Можно, конечно, зайти снова в интернет, открыть Википедию про крабов и почитать, сколько именно ножек должно быть у краба. Но я предлагаю, это не очень важно. Это не самое главное, что есть в крабе – количество его ножек. Давайте посмотрим. Если мы нарисуем, например, 8 ножек, похоже ли это на краба? Мне кажется, да. Но, может быть, можно нарисовать меньше. Всегда, если есть возможность, я стараюсь рисовать поменьше. Если мы нарисуем ему по 3 ножки с каждой стороны, все равно похоже на краба. Если мы ему нарисуем по 2 ножки с каждой стороны, все равно похоже на краба. Если мы нарисуем ему по одной ножке с каждой стороны. Похоже на краба, но на какого-то немножко странного. Сразу, мне кажется, видно, что что-то не то. Это как будто не краб, а крабочеловечек из мультика. Поэтому мне кажется, что минимум, который мы должны нарисовать, это по 2 ножки с каждой стороны. Вот он такой краб мой и готов. А если мы хотим, чтобы он был более мультяшным, то можно ему нарисовать вот здесь улыбочку. И сразу краб превращается в персонажа мультика про крабов. Ну вот так. Нарисовали мы сегодня с вами. Смотрите, кого нарисовали. Я не знаю, кого вы нарисовали. Может, вы нарисовали вообще еще гораздо больше всех. А я нарисовала сегодня корову, кошку, свинью, зайца, несколько мышек, осьминога, калу, кенгуру, крифа и краба. Десять животных. И мы с вами не только нарисовали этих десять животных, а то и больше, но и узнали принципы, как именно их рисовать. И на следующих шести занятиях я расскажу вам еще про самых разных животных, про тех, которые живут под землей, в воде, летают в небе и даже забрались, может быть, на Марс или еще куда-нибудь в какие-нибудь неизведанные места. Так что оставайтесь с нами. Приходите рисовать еще. Добро пожаловать. Пока. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.